ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Стоутенберг НАТО передала Украине 98% обещанной помощи. Подготовлены больше 9 бригад. Этого достаточно для возвращения территорий. В Мелитополе сработало взрывное устройство. За невыдачу виз журналистам из пола Лаврова российский МИД не пустил американских дипломатов к задержанному Гершковичу. Турция открыла первую АЭС и вступила в ядерный клуб. Эрдоган поговорил с Путиным по видеосвязи. Ранее президенту и кандидату пришлось остановить предвыборное интервью из-за плохого самочувствия. Китай пообещал решительный ответ, если военно-морские силы стран Евросоюза появятся у берегов Тайваня. Идею озвучил Боррель. Пентагон впервые с 80-х направляет атомную подлодку в Южную Корею. США в этом году произведут 80 ядерных боеголовок. Тем временем Нижняя палата Конгресса согласовала республиканский план по подъему долгового потолка. Если демократический сенат его заблокирует, в июне возможен дефолт. Аргентина переходит на юани в торговле с Китаем. Корейская Hyundai продает свои российские заводы компании из Казахстана в планах сворачивания бизнеса. Центробанк Индии проверит нефтяные компании страны на предмет обхода антироссийских санкций. Суточный объем прокачки газа в Европу вырос почти до 42 миллионов кубов. В Минфине фиксируют полную остановку трансграничных платежей в долларах на очереди евро. На этом фоне Росстат докладывает о заметном росте обрабатывающей промышленности, особенно металлургии и нефтепереработки. Впрочем, главный вклад вносит военный заказ. Оптовые цены на бензин выросли на 2% в связи с разговорами о сворачивании господдержки. Минпромторг видит удорожание коксующегося угля на треть. Вслед за ним дорожает металлопрокат, что бьет по строительной отрасли. МВД сообщает о всплеске аварийности на федеральных трассах из-за санкций и перенаправления грузопотока. Гендиректор фармацевтической Биннофармгрупп рассказал коммерсанту, «Полное импортозамещение производства лекарств приведет к их значительному удорожанию, как в Иране. Впрочем, в любом случае скоро недорогие иностранные препараты перестанут завозиться в Россию». Конец цитаты. Яндекс увеличил выручку в первом квартале в полтора раза, а число зарубежных сотрудников в три. Теперь это 1700 человек. Банк ВТБ получил 150 миллиардов рублей прибыли, хотя по итогам прошлого года показывал убыток в почти 80 миллиардов. Рутуб принадлежит Газпрому, а проверок планы потратить на развитие дополнительные 30 миллиардов. Утром коммерсант писал, что холдинг просил у собственников 50 миллиардов рублей, чтобы сократить отставание от Ютуба. МВД отмечает резкий рост продаж аксессуаров для геймеров от клавиатур до наушников. А вице-премьер Чернышенко предупредил о риске вербовки геймеров иностранными разведками. Квартальная прибыль Самсунга упала до минимума за 14 лет. Главный спад в производстве микрочипов. Немецкие концерны BASF и Merck готовятся ввести ограничения на поставки химсырья для полупроводниковой промышленности Китая. Deutsche Bank намерен уволить еще 800 сотрудников. Продолжается падение акций американского банка First Republic со 115 долларов до 5. Обещание сократить четверть персонала не помогло. Банк активно играл в ипотеку и привлекал состоятельных клиентов вроде Цукерберга. Financial Times пишет о нервозности в Белом доме. Прокуратура Праги завела уголовное дело против одной из учительниц за оправдание СВО. В Молдавии будут штрафовать за георгиевские ленты 9 мая. Wall Street Journal пишет, Китай ужесточает законодательство в сфере госбезопасности. Для борьбы со шпионами власти получат право досмотра электронных устройств частных лиц и организаций, в том числе иностранных. Депутат Миронов просит прокурора Краснова проверить нейросеть Грефа на соответствие законодательству. На патриотические запросы Сберкандинский генерирует непатриотичный контент. Роскомнадзор с прошлого февраля заблокировал 160 тысяч ресурсов с фейками об СВО. Викимедиа, она управляет российской Википедией, опять оштрафована за неудаление информации. За уклонение от налогов при попытке выехать в Беларусь задержана блогер Блиновская. Вмененная сумма почти миллиард рублей. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустная точка». Заявку подало агентство «Ритуал.рус».